Уважаемые все гости, друзья, верующие, братья, сестры, сегодня мы собрались в Доме молитвы, ну как-то особенное у нас богослужение будет такое. Мы будем слышать Юрия Павловича, который посетил наш город, церковь, и мы очень рады гостям всегда, когда гости приезжают к нам. Дело в том, друзья, что душа наша, она всегда нуждается в чем-то таком особенном, неземном, но божественном, небесном, духовном. И духовное не всегда так просто найти, к духовному не всегда пробиться легко. Друзья, я скажу это великое счастье для человека, когда он переживает присутствие какое-то духовное, благословение Божье, когда на его сердце ложатся чувства и переживания неземные. Вот сегодня с такой целью мы собрались, и я верю, что Бог восполнит наши нужды. На земле, но восполнит нужды небесным. Слава Богу, друзья, слава Богу! Я буду краток, но хочу прочитать Божье Слово, которое записано в Святой Книге Библии. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его». Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, что Божье Слово, обращаясь к людям, призывает их прийти к Богу, преклонить колени свои перед Богом, припасть к Его ногам. Имея прекрасных друзей и гостей, друзья, среди нас сегодня незримо в Доме Божьем присутствует Господь. Наше сердце принадлежит Ему. Наша жизнь принадлежит Ему. Наша судьба принадлежит Ему. Мы принадлежим Богу. И Он желает, чтобы в первую очередь, конечно, прежде не жили мы будем слушать прекрасное пение, чудесное выступление, Господь хотел бы, чтобы мы воздали благодарность Богу за хорошее мирное время, друзья. Мы здесь собрались красиво одетые, в достатке, не голодные. Слава Богу за мирное небо над нами, за благополучие, за день спасения, который мы имеем. И я вам скажу больше всего, что Бог над нами. Это очень важно. Бог над нами. Мы сегодня будем слышать на эти темы и песни, и слова. Вот поэтому, прежде всего, нам хочется поклониться Ему, воздать славу Ему. Он наш Бог, а мы овцы паствы Его. Давайте поднимемся на наши ноги. Давайте склоним наши головы перед святым Господом Богом. Божий, святый и праведный, мы, Господи, благодарны Тебе за этот чудесный вечер, который имеем, как Твой народ, как люди, познавшие Тебя, как ищущие лица Твоего сегодня. Мы склонили наши сердца перед Тобою в благодарности Тебе, Господь дорогой. В нашем сердце есть слова, которые мы хотели бы сказать только Тебе, сегодня собравшись вместе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты есть у нас, что наше сердце может наполняться небесным, святым, вечным и благословенным. И за этим мы пришли сюда, Господь. Благодарим Тебя за время хорошее и благоприятное. Благодарим Тебя за тот храм, который собрал нас сюда, за гостей наших дорогих, которые приехали к нам. И, Господи, во имя Твое, мы пришли, чтобы послушать это прекрасное пение, это уникальное свидетельство, которое мы будем слышать сегодня во славу Тебе и для жизни детей Твоих. Благослови, Господи, Боже, наше пребывание. Я прошу здоровья и мира для каждого сердца. Если кто болен, Господи, может быть, кому-то нелегко, коснись Твоей святою всесильной рукою, облегчи, благослови. Может быть, кто-то со скорбью пришел. Отец, возьми на Твои руки эти скорби. Если есть переживания духовные, ответь сегодня на все вопросы каждой души. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Амин. 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 Не устал теперь я петь. На тебя лишь я надеюсь, И не буду послышен, И в твоей любви согреюсь. Я спасен тобой, спасен! Да будет слава, Да будет слава, Да будет слава Господу ваме! Да будет слава, Да будет слава, Да будет слава, Господу ваме! Да будет слава, Да будет слава, Да будет слава, Господу ваме! Сын Человеческий И послушайте, какое слово вышло от Господа, и они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицем твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за коростью их, и вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Вы знаете, друзья, я много лет, очень много лет был забавным певцом. Я служил сатане. Ну, иногда говорят, ну как, такие роли в театре, в кино, такие песни. Ну, неужели это служение сатане? Да, друзья, Библия говорит, что таланты, которые дает нам Бог, если мы не отдаем на служение Богу, хотим, не хотим, мы служим князю мира сего. Я помню, когда меня судили второй раз, я уже тогда был при званиях, при регалиях, и адвокат, который меня защищал, он сказал, говорит, посмотрите, кого мы судим. Мы судим инженера человеческих душ, бойца идеологического фронта. Ох, кто я был. А я, да, я был боец. Я сеял. Вот эти роли, которые я играл, эти песни, это был мой посел. То, что сейчас зашло. Наркомания, блуд, мерзость. А, величаль, ты как? Ну, кому служил, оттого и получал награды. И звания, и деньги, и славу. Но у сатаны одна задача. Какая? Украсть, обмануть, убить. Это он с успехом делает. А когда мы уже, вот, христиане, и много лет уже служим на Божьей Ниве, нас называют агитаторы. Да какие же мы агитаторы? Это мы тогда были агитаторы. А сейчас мы живые свидетели живого Бога. Аминь. А почему живого? Да потому, что Бог отвечает на наши молитвы. Я никогда не писал музыку, слов. Певец, актер был. Я исполнял то, что композиторы, поэты писали. А когда мы пришли к Богу, Господь дал вот эту вот новую песнь. Помните, да, Псалом тридцать девятый. Твердо уповал я на Господа. И Он преклонился ко мне. Услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота. И поставил на камни ноги мои. И утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему. Новая песнь. Вы знаете, я... Это где-то год назад. Я там на Черном море живу. И это была ночь. Света не было. Вали тоже не было. Я зажег свечу. А со стороны моря, знаете, такой гул. Предвестник шторма. Ну вот Господь дал мне этот стих. Горит свеча в кромешной мгле. Свеча спокойно догорает. И греясь в мизерном тепле, Тревога сердце обжигает. Я шторма жду. И он придет. Внезапно, грозно налетит. Вот так Господь с небес грядет. Об этом слово говорит. И жизнь моя, как та свеча, Вот так же тихо догорит. Мирская шторма кутерьма Меня не сможет победить. Христианин я. Мой отец возьмет меня. Я буду с ним. Там приготовил мне творец Небесный град, Иерусалим. Ничто меня не запугает. Ни шторм, ни вьюга, ни гроза Меня повсюду охраняет Христа, распятого звезда. Он, как свеча перед очами, Ведет меня сквозь миром глу. Христос пронзенными руками Дает реальную мечту. Аминь. Это я как-то смотрел С одну передачу Собрались юноши, девушки Талантливые И задали вопрос Для чего человек живет? Ну, Библия точно Отвечает Первое, для того, чтобы Мы нашли дорогу Ко спасению. И второе, чтобы мы спасали людей Несли Благую весть Меньше стало тепла Пожелтели поля Из деревьев листва Опадают Собирают со стаи Чужие края И земля От трудов Отдыхает Нива Созрела Готов урожай Ты работай, как Бог повелел Слово неси Ко Христу призывай Отделяй Колоски От плевел Отдает нам земля Фрукты Сои Плоды Все, что Бог для людей Замещал Плод Какой человек Принесешь Богу Ты Что На небе Созревший Пожал Может Сотва Твоя Последняя Станет Ты Последний Свой Слов Соберешь Перед Богом Своим Сосновом Ты Предстанешь И Венец От Творца Обретешь Мива Созрела Готов Урожай Ты Работай Как Бог Повелел Слово Неси Ко Христу Призывай Отделяй Колоски От плевел Я Более Пятнадцати Раз Должен Был Умереть Ну вот по всем Человеческим Законам Ну вы знаете Мама у меня была Штунда Знаете кто Такие штунды Я И вот она Молилась И Господь Буквально Чудом Чудом Вырывал меня Из этого Вот наши Псалмы Стихи Это Свидетельство Ну и вот как раз Это несколько Эпизодов Из моего Из моей жизни Простите Я спешил К самолету Задыхался Бежал Но поставил Преграду Мне кто-то Не успел Опоздал А потом Увидал Взрыв Разнес Самолеты Пилота На крутом перевале Вьюга Злобно Мила Ужас Страхом Мне сердце Сковал Неожиданно Помощь Как в сказке Пришла Провожатого Кто-то Послал Когда в Знойной Пустыне Выбиваясь Из сил Я в песок Обессилив Упал Видел Ясно Следы Кто-то Рядом Ходил Он Меня Поддержал Я не Пал Смерть В глаза Мне Смотрела Я думал Конец Обречен На погибель Судьбой Кто-то Вырвал Из ада Даровал Мне венец Вечной Жизни Смиренья Покой Кто ты Добрый Спаситель В молитве Спросил И ответил Мне Голос С небес Я Распятый Христос Я Тебя Сохранил Когда ты В преисподнюю Лез Мы туда лезем Друзья Мы лезем Уже Даже будучи Трупами Я Это Девяносто Первый Год Врачи Сказали Что у меня Сырос В печени Знаете Что такое Сырос И осталось Мне жить Очень немного Ну Правда К тому времени Я уже был Законченный Алкоголик По два раза В день Напивался С женой Мы были В очередном Разводе В доме Было Все Пропито И Ну Труп Второй Горные вершины Реки И моря Грозные Грозные Туманы Ранняя Заря Это Все Создал Ты Бог Мой Господин И Меня Из Ада Вырвал Божий Сын Сквозь Мирские Преграды Спотыкаясь Я Брел В этом Мире Разврата Лишь Страдания Обрел Ты Меня Уже Трупа В Суете Подобрал Мою Душу Очистил Своим Сыном Назвал Сколько В мире Ложных Ровненьких Дорог Их Конец Пучина Их Предел Порог Многие Веселье Скачут И Вопят И В своем Безумии Ад Они Летят Сквозь Мирские Преграды Спотыкаясь Я Брел В этом Мире Разврата Лишь Страдания Обрел Ты Меня Уже Трупа В Суете Подобрал Мою Душу Очистил Своим Сыном Назвал Эти Труп Труп Я уже был Действительно Законченный Труп Это я Вот буквально К вам Сюда Ехал Раздается Телефонный Звонок Звонит Заслуженная Артистка Украины Из Днепропетровска И По телефону Говорит Говорит Юра А у нее Муж Бас Умер От водки Сын Юрист Сидит В тюрьме А у нее Рак горло И она Говорит Когда в 91 году В театрах Было Объявлено Что ты Умер Вася Это ее Муж Такую Речь Сказал Что буквально Там Говорит Все Плакали А я Говорит Смотрю По первой Программе Фильм О моем Падении И воскрешении И говорит Там Такие Песни Слова Голос Как в молодости Звучит Ты Говорит Счастливый Говорит Да Гаря Я счастливый Я счастливый Иди Кайся Там Днепр Сколько там Наш Церквей Она Она Говорит Ага Если Я Приду Покаюсь Тогда Что Я Не Смогу Выпить Рюмочку Коньяка Или Сигарету Хорошую Выкурить Гали О чем Ты Говоришь О чем 91 Год У меня Был Друг Вот Знаете Очень Знаменитый Актер Очень Знаменитый Вот Господь Ему Дал Талант И Красоту Это Был Очень Красивый Такой Человек Драматический Тянер И Когда Мы С ним На Рыбалке Были Он Говорил Говорит Юра Вот Смотри У У меня Двое Детей Жена Я Не Курю Не Пью Наркозик Не Принимаю У Я Говорит Счастливый Человек Ну Почему Душа Иногда Так Заболит Так Зарыдает Ну Что Ей Надо Друзья Библия Говорит Мы Есть Храм Божий Мы Человек И Дух Божий У нас Пребывает Так Вот Там Не Было Духа Святого И Так Получилось Что Этот Человек Счастливый Выпрыгнул С Пятого Этажа А Почему У него Маленький Грешок Он Был Очень Гордый А Гордым Бог Не Дали Ему Спеть Премьеру Спектакль Первый Бориса Годунова Простите Он Борис Годунов Он Пел Партию Боярина Шуйского А я В этом Спектакле Пел Пимена Это Монах Который Сидит В келье И Переписывает Слово Божье Я Пел Там Так Еще Одно Последнее Сказание И Летопись Окончена Моя Окончен Труд Завещанный Мне Богом Мне Грешному А сам В это Время Ох Кощунство Да Ну и так Получилось Что когда Его хоронили По Православному Обычаю Я На Поминках Укушался Друзья Меня Притачили Домой Поставили Около Две Позвонили И убежали Валя Открыла Дверь Я так Упал Она Меня Тащила В сторону У нас Было Две Собачки Я Последнее Время С ними Так В коридоре Спал И вы Знаете Друзья Я не знаю Или Это Было Видение Или Это Был Сон Но Опять же Библия Говорит Что Будут Прозумляться Сновидениями Пророчествами Да Я увидел Маму Такое Мамы давно Нет уже Такое Лазурно Прекрасное Голубое Небо Мама Молодая Красивая И я С мамой С мамой И мы поем Какую-то песню И мама И мама Вот так Улыбается И так Рукой Рукой И пошла 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 Я открываю Глаза Смотрю Собаки Ночь И вот Звучит Звучит Слова Мелодия Я никогда Даже не писал Ничего Подобного И я Как-то быстро Нашел Листок Бумаги Карандаш Набросал Ноты Слова Написал И бросил В камин Душа там свободна Ликует, поет Блаженство и счастье Собою несет И мама с улыбкой Навстречу летит Вокруг все сияет Любовью горит Во сне я, как птица Свободна, как птица Летаю Над облаком светлым Счастливо, счастливо Порю До многих ушедших Давно Во сне я встречаю И с ними О многом О многом Без слов Говорю Я маму Увидел Совсем Совсем Молодую С улыбкой Блаженство и счастье Собою несет И мама с улыбкой Ой, люди Что на меня оттуда глянуло Знаете, серо-буро-малиновый нос Глаза стеклянные, водянистые Весь Дрожащий Я посмотрел Думаю, все Я сегодня покончу Остаются недели Врачи сказали Недели Недели остаются Все Я думаю, пойду в театр Возьму ноты Сын у меня тогда учился в консерватории Он бас Я бас Сейчас уже сын мой Доцент Консерватории Лауреат международных конкурсов Но главное, он пастор церкви Вот это важно Я думаю, отдам ему ноты А сам пойду и это сделаю И когда я пришел в театр Ну, вы Кто из вас, может быть, был в Одессе Там, когда со стороны Дерибасовской подходишь к театру С левой стороны Полирояль Фонтан такой И я подхожу к этому фонтану А со стороны переулка Чайковского Поднимаются трое мужчин Девушка Их женщина Подходит ко мне И один из них говорит Мы пришли спасать душу Может быть, вы знаете этого брата Он часто бывал здесь Из Прибалтики Попов Александр Он был переводчиком у финнов Ну Ну, как так Люди, которые никогда в жизни не ходили по театрам По кино Верующие из другой страны Пришли Это случайно? Конечно, нет Конечно, нет, друзья Это 91-й год А в 73-м году Когда я получил звание У нас родился сын И я думаю, вот сейчас мы к маме Я не любил к маме приезжать Каждый раз, как приеду Она мне о Боге говорит А это меня раздражало Я ей грубил Хамил А тут, вы представляете, меня Страна признала У меня сын родился Думаю, она мне ничего не скажет Я такой гордый зашел С Валей, детками А мама посмотрела Заплакала И говорит Сынок, я молюсь Я все время молюсь Молюсь, говорит, о тебе И я знаю Я знаю, что Господь тебя спасет Но когда ты сам придешь Когда ты покаешься Ты же уже не человек Это ж надо быть таким, а? Я обиделся Я говорю, мама Ты меня больше не увидишь Ни меня, ни детей Забрал Валю Мы ушли Через два дня Мама умерла Это был 73-й год Конечно 73-й год И вот, представляете В 73-м году Ушла Но молитва ее Сделала свое дело В 91-м году Я пришел к Богу Господь меня буквально Как щенка Заставил поставить Поставил буквально На покаяние Вот такая наша Вот такой наш Бог Аминь Поэтому, друзья Конечно Если у вас проблема А проблемы, я знаю В каждом доме Хватает Вы, знаете Несите их вот сюда Молитесь Молитесь И Господь сделает Так, как Библия говорит О чем бы двое Трое не молились Господь исполняет Я когда Вышел вот так Вот каяться Ну, вы представляете Не вышел А выполз Я же еле-еле ходил Я Ну, вы представляете Последняя стадия Но продолжал В театре Играть И в кино Сниматься Правда, играл Роли Соответствующие Моему виду И так получилось Когда я Выпался Буквально Выпался Я сказал Говорю Господи Я не знаю Сколько ты мне Позволишь Пожить еще На земле Я обещаю тебе До конца Своих земных Дней Пока я дышу Я буду служить Тебе Спаси меня И вот уже Сколько Уже Почти Двадцать лет Мы на Божьей Неве Трудимся Вот такой Господь Ну, вы знаете Господь Вот он нам Показывает Мы его Гонцы Он нам Показывает То, что он Сделал В моей семье То, что он Нам сейчас Показывает Мы свидетельствуем Свидетельствуем Рассказываем Это когда мы Покаялись Пришли к Богу Нас пригласил К себе В Канаду Зинчик Знаете Иван Демьянович Приехали На три месяца Виза У нас была Приехали Побыли у него Два с половиной Месяца Он говорит Брат Я Малывся И Господь Тебе Направляю В Америку Говорит Иван Демьянович А что мне там делать День Родычева У меня там нету Он Служить И отправил Нас Оформил Еще на три месяца Визу Дал денег И отправил Туда нас Первое служение У нас было Там есть Такой город Кливленд После служения Подходит Ко мне Братик Ровенский Сам Он давно Уже там Живет И говорит Я Дима Вот у меня В паспорте Написано Три месяца Через три месяца Я уеду Я сказал Вы останетесь Езжайте Ну мы поехали Я не знаю Друзья Что там случилось У этих американцев На компьютере Четыре года Они нас не выпускали Из Америки Четыре года Мы свали вдвоем На этом автобусе Восемь раз Проехали Все штаты Америки Ну От Бога ли это Ну Ну а как проверить Ну Хохол не поверя Пока не проверя Так а как же его Проверить Вы знаете Я открываю слово А там написано Один из признаков Последнего времени Когда еврейский народ Начнет принимать Иисуса Христа Своим спасителем Знаете Конец близок Так вот Господь нас там использовал Там открылось Девять церквей Евреи за Христа Наши Наши евреи Там приняли Господа Удивительно совершенно Ну а потом Вы знаете Закончилось Четыре года Мы отдали Автобус Отдали Гринкарту И уехали Вот оно Пути Пути Господни Это Как-то мне попала В руки Такая заметка Ученые мира Доказали Что экватор земли Сместился на Две тысячи километров А я сразу вспомнил Исайю Это тринадцатая глава По-моему С двенадцатого стиха Сделаю так Что люди будут Дороже золота А мужи Дороже золота Афирского Для сего Мы Постоянно сейчас На Божьей ниве Пока без выходных Трудимся И вы знаете Вот особенно Вот Полесье здесь Потом Наша Одесса Да и вообще Очень Родами Возвращается Оттуда Из-за бугра Ну Уходит в небо Стая журавлей За горизонт Курлыча улетает Там далеко Сытнее И теплей Но Родина Уже Вас Ожидает Здесь Появились Вы на Божий Свет Здесь Вы птенцов Летать И петь Учили На всей земле Такого места Нет Где Б вы так Верно Пламенно Любили Пройдет Зима И Зажурчит Ручей Весна Природу Нежно Поцелует Вернется Стая Взрослых Журавлей В мажоре Песни заворкует Как журавли Ушли Мои друзья Сытнее Кормят Их Чужие Страны Но Их Вернет Родимая Земля Духовный Им Зарубцует Раны Сейчас Грядет И Побежит Народ В родную Землю К своему Народу Сын Божий В небо Свой народ Возьмет Там Вечность Приготовил Нам Свободу Аминь Журавли 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 Эталон Красоты Красоты Над землей Вы как песня Как песня Плывете И из облачных Далей С небес Чистоты За собою В край Божий Зовете Журавли Высоко В небесах Клин Печальный Плывет Журавли Надо мной Пролетают Их тепло И любовь Вдаль Куда-то Завет Силой Крылья И дух Наполняют Журавли 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 Но не все долетят в тот божественный край И любовью не все насладятся Как змея заползет, чье-то сердце печаль И в пучине заставить остаться Долетит только тот, кто сомнений не знал Кто душою к мечте устремлялся Кто за жирный кусок честь любовь не продал Кто в труде и в постах закалялся Журавли, журавли, журавли Эталон красоты, красоты Над землей вы как песня, как песня плывете И из облачных дарей с небес чистоты За собою в край Божий зовете Когда мы вернулись из Америки Идем по Дерибасовской свале в родной Одессе А у нас там есть такая, знаете, забегаловка На весь мир известный Гамбринус Пивбар И мы так подходим, вдруг смотрю, оттуда выползает Буквально выползает Мой друг Кинооператор-международник Он по всему миру ездил И снимал признаки последнего времени Катаклизмы, войны, ураганы, бури И он выпас, увидел меня И главное О, богачок, привет Был я на твоем совещании Это у нас было в 92-м году Евангелизация на киностудии Был я Ты правильно говорил Все правильно, да, да, да Но только одно я скажу Бог не любовь Говорю, как не любовь? Идем Я тебе докажу Мы идем к нему домой Он меня По Дерибасовской Так, туда вниз, к морю А с правой стороны Бар такой шикарный там Он говорит Одну минутку Я сейчас Раз Побежал туда Мы подождали Он выползает оттуда Уже совсем хорошо ему И он, значит, продолжает сам разговор Понимаешь, я бы, конечно, пришел к вам Ну, вы же рабы А я человек вольный Свободный Я говорю Это ты-то свободный Конечно Говорю, а ну, прочитай Он читает Бар Говорю, а ну, наоборот, прочитай Вот, говорит, вся твоя Говорю, вот это Вот ты раб вот этого бара Да, мы рабы Но кого мы рабы? Приходим к нему домой Он показывает Включил Это первая война в Чечне Такое ущелье Солдаты перегородили дорогу Полное ущелье Беженцы Там на несколько десятков километров Такая колонна И самолеты пошли на бреющем полете Бросают бомбы Пулеметы Крики Вопли Вы знаете, ужас совершенно Но ясно слышно, друзья Ясно слышно Пустите нас Вот там холмы и горы Мы спрячемся А их-то не пускали Он поворачивается ко мне Ну Ты говоришь, что Бог Любовь Что ж он допускает? Говорю, подожди, подожди А вот эти люди Они христиане? И потом, говорю, я где-то слышал это Холмы, горы Понимаете, друзья Слово Божье Оно уже звучит Оно уже звучит Библия говорит, что Многие погибнут От недостатка ведения А что такое недостаток ведения? Да незнание слова Если мы не знаем Библию Нас могут и обмануть И все что угодно Вы знаете, вот Пожалуйста, четвертый номер Помните, когда нашего Господа Вели на распятие Четвертый Его вели по дороге Которая называется Долороса, Долороса На Голгофу дорога Это жертва Иисуса Это вечность, свобода Кровь, бесчестье, страдания Все видала она Это путь ко спасению К покаянию слеза Не плачьте обо мне Вы плачьте о себе О тетях ваших слезы Проливайте Вы будете холмом Кричать в немой тоске Покройте нас От гибели Спасайте Грядет Господень час Настал последний час Иисус Отца молил за нас Прости им, Отче, все Шептал Иисус тогда По границу одевали Насмехался люд на дни Иудейским Иудейским называли Насмехались над святым В сына Бог его плевали Рвал невинно в окну Капли крови Иисуса На Голгофу веду Не плачьте обо мне Вы плачьте о себе О детях ваших слезы Проливайте Вы будете холмом Кричать в немой тоске Покройте нас От гибели Спасайте Евангелие от Луки Иисус же Обратившись к ним Сказал Дещери иерусалимские Не плачьте обо мне Но плачьте о себе И о детях ваших Ибо приходят дни В которые скажут Блажены неплодные И утробы неродившие И сосы не питавшие Тогда начнут говорить Горам Падите на нас И холмам Покройте нас Это Слово Божье Это Слово Божье, друзья Ям вашу Хватит, хватит Это Слово, друзья Оно звучит уже Оно звучит Мы Ведь все нам дает Бог Да? Ведь все буквально Это когда мы Пришли к Богу Вали бы ужасно было интересно Но каким образом Люди пришли ко мне В день, когда я решил покончить жизнь Мы их пригласили к себе У нас было такое Подписающее совершенно общение Когда они уходили Брат Александр Вот это он сказал Говорит А теперь, брат Ты будешь музыку писать Слова Ты будешь славить Бога Думаю, ну что он говорит Ну да, действительно Голос есть Петь научен Ну а композитор Поэт Думаю Я говорю Буду, буду И они пошли В эту же ночь Представляете Я просыпаюсь Звучит слова Мелодия Я так записал Слова, мелодию Подождал Валя Проснулась Я говорю Смотри Вот видишь Песня Она посмотрела Говорит Это ж тебе Бог дает Петь надо И Я так стал и говорить Приезжаем мы В Америку На одном из служений Я сказал, говорю Вот мне Бог дает А я даю вам После служения Подходит ко мне Пастор И говорит Слушай, Богачев Ты ведешь себя Не очень прилично Ну что значит Тебя дает Что, никому не дает А тебе дает Говори, что это музыка твоя Слова твои Но ты славишь Бога Это будет справедливо Думаю, Господи 50 лет Ни одной ноты не писал Ни одного слова А тут Ну, все-таки приятно Правда говорить Мое Я стал так говорить Приезжаем мы Штат Оклахома Там есть Резервация Племя Каманча И церковь Там Ну вот Как вот один ряд Точно так Платформа Полный зал людей На платформе сидит Пастор Знаете Как вождь У нее такой Волосы такие Красивые Он Ну Без движения Ну как вождь настоящий Понимаете Начинается служение Ну кто-то выходит Проповедь Говорит Там Поют А он сидит Я говорю Богдан У нас был переводчик Богдан Мычка С Волыни Я говорю Богдан Когда мы пойдем Он Где Юра Я скажу Я не знаю Или он ему Моргнул Я не знаю Но он говорит Начинайте Ну я выхожу И говорю Сейчас я буду Петь Псалом Музыка Моя Слова Мои Петь Буду Я Но я Славлю Бога И мы Запели Вот этот Псалом Вы знаете По залу Пошел Такой шумок Думаю Наверное Неплохо Пою Нравится Людям Закончили Мы Вдруг Подымается Этот Вождь Выходит Вперед И не глядя На меня Говорит Обращаясь К Богдану Этот Господин Христианин Тут Дя Юра Он спрашивает Вы христианин? Ну да Конечно Я христианин Он Поворачивается Говорит Почему брат Говорит Неправду? Говорю Как неправду? Он говорит Это псалом Не твой Говорю Как не мой? Это мой Первый псалом Я знаю У меня вот Свидетель Аранжировщица Жена моя Он говорит Это не твой Этот псалом Сто лет назад К нам сюда Привезли Миссионеры Из Англии Я говорю Не Сто лет назад Меня не было Это мой Псалом Он Не веришь? Я говорю Не верю Ну я то знаю Действительно Это же мой Первый псалом То что Вот о маме Я пел Это было Пьяным Я и не знал Тогда я еще Не нашел А этот Вот первый Псалом Христос Во мне Он Не веришь Я говорю Не верю Друзья Он поднимает Весь зал И они И они Поют Этот псалом Пили Пили они Бог Бог Так или нет Все это не наше Это Бог дал Поэтому не надо Себе приписывать Христос Христос Он 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 Единственный И Мой Я Благодарю тебя, я мой спаситель За то, что дал ты мне без хитростных друзей Ты мне глаза открыл, мой добрый повелитель И ощутил я прелесть этих дней Благодарю тебя я за спасенье За веру, за надежду, за любовь За Божий свет, за счастье, вдохновенье И за меня тобою пролитую кровь За Божий свет, за счастье, вдохновенье И за меня тобою пролитую кровь Аминь Мама у меня из... Мама у меня из Украины, с Волынии Папа из донских казаков Ведь и мама украинка Папа русский, а я еврей А вы как, еврей, нет? Конечно, если слово еврей перевести на русский язык Это странник, путник, пришелец Ну и так получилось, когда на дон пришла советская власть Моего дедушку пристрелили А отец убежал на Волынь Встретил маму А мама была штунда Ну и как в каждой семье У нас было много штунды нет А когда пришла туда советская власть Моего отца посадили Он не был коммунистом Он верующим не был Он просто был образованный человек А тогда все такие по тюрьмам сидели Ну а нас-то, как верующие, выслали Вот туда, между Мелитополем и Новая Скань И там безводные степи И я так вспоминаю детство Вы знаете Горба, Волы Орба такая Волы, мы с мамой едем Сена на братьяна доярках была Братя и сестры мои повмирали И мама говорила Говорит Синок, где ты не... Ну она по-украински Вы украинский понимаете, нет? Она по-украински говорила Синок, где ты не был? Яких бы ты высот не сдобал в жизни Знаешь, что Господь живый Він завжди тебя будет оберегать, охранять Тики сам ты не ведрекайся видня Я говорю, мама А как он будет оберегать? Что он с неба спустится и будет меня оберегать, охранять? Она говорит, каждый Вообще, как мудро все-таки она объяснила Человек, когда появляется на свет Господь по своей милости Дает ему ангела-хранителя Все Все имеют ангела-хранителя Вы представляете, какое сейчас здесь воинство? Ангелы-хранители Человек растет Ангел-хранитель оберегает, охраняет А Господь терпит Он долго терпелив и много милостив А что он терпит? Да нас он терпит Терпит, когда же мы придем-то, наконец Ну, вот человеку некогда И Господь видит, что эта душа не придет Он что, он наказывает? Бог есть любовь Он забирает ангела-хранителя А сатана, как рыкающий зверь, очень быстро совершает свои злодеяния Ангел-хранитель Десятый, пожалуйста, номер Десятый Ангел-хранитель Субтитры создавал DimaTorzok Мамы молитву Господь услыхал Ангела с неба на землю послал Ангел к малютке с небес прилетел У колыбели о Боге он пел С ним уносился в небесную дам Небу не медамы, горе печаль Ангел-хранитель дитя сохранял От злого духа От злого духа С собой защищал Ангел-хранитель 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 Дитя сохранял Вырос малютка, другое запел Взлеты, паденье мирского хотел Мерзость и похоть любовью он звал Ангел все видел, не улетал Плакал тот ангел и тоже страдал Он пробуждения, спасения ждал Видел, как дьявола с логи кружась Душу терзали безумно смеясь Ангел, ангел, ангел-хранитель Ангел, ангел дитя сохранял от злого духа Ангел-хранитель, ангел-хранитель дитя защищал Когда отец вернулся из тюрьмы, я уже был где-то в седьмом классе Отца реабилитировали И он пришел и сказал, говорит, сынок, не слушай маму Бога нет Если бы Бог был, он бы не допустил то, что творится вокруг Ты, сынок, у меня талантливый Ты в жизни должен достичь многого Иди учись Учись, и все будет хорошо Я пошел Я учился в театральный институт имени Карпенко-Карова в Киеве Стал актером Затем второй институт Московская государственная консерватория Стал стажером Большого театра Союза СССР Ну, знаете, первые роли в театре, в кино Поклонники, цветы, деньги, слава Ой, нравилось мне это Я думаю, так буду служить мамоне Думаю, жениться не буду Ну, потому что жена, дети, это мешать моей карьере Ну, это был 65-й год Я ехал из Москвы через Херсон к родителям В Каховке они жили И в Херсоне мне предложили спеть несколько концертов И когда я зашел в филармонию Я увидел Валю Она училась в Одесской консерватории По классу Виолончелли И была там на практике Друзья, я не понял Как она меня женила Я не собирался В моих планах это не входило Через два дня я с ней расписался Ну, вот видите, это Юра всегда так говорит Что она меня женила на себе Но у Господа есть план На каждого из нас Его мама молилась Господь слышал молитву А у Господа есть огромное количество возможностей Совершить победу И так случилось с нами Дело в том, что когда Сказал директор филармонии Что едет артист Из Большого театра И мы с ним вместе поедем на гастроли Через меня Как молния мысль пронеслась А это едет Твой будущий муж Я этого человека не знала Я о нем ничего не слышала Но вот почему-то я Почему-то эта мысль Меня тронула Сейчас я абсолютно точно знаю Что эта мысль была от Бога Потому что с этой мыслью В меня уже вошла любовь К этому незнакомому мне Человеку Господь знал его Господь дал мне любовь Еще до того, как я его увидела Потому что ни одна женщина Не выдержала бы того, что он вытворял И только благодаря вот этой Божьей любви Я смогла вытерпеть все, что он На протяжении всей нашей жизни Но дело в том, что он мне сразу заявил, что у нас детей не будет Потому что мы будем жить для личной славы А дети будут мешать нашей карьере Я говорю, ладно Но вот вдруг должен был появиться ребенок И я говорю, Юра У нас будет ребенок Он говорит, нет Либо я, либо ребенок Я говорю, будет у нас ребенок Он говорит, тогда меня не будет Уехал Развелся официально И только через три года вернулся И говорит, ну что, больше не будет детей Я говорю, нет, вроде бы И расписался Но у нас трое детей И четыре развода И вы знаете, что я Когда он вернулся Я заметила, что он что-то Причащается к чарке Он стал пить Я, вы знаете, как-то так Сначала думаю Я не знала, к кому обращаться Чтобы как-то вырвать его из этого состояния И я начала его сама лечить Я ходила к бабушкам тайно Брала у них травки Порошочки И так, чтобы он не знал Я ему в еду, в еду тихонько подкидывала В одного раза переборщила Чуть на глазах не умер Ну, вы знаете Я тогда действительно испугалась Я стала уже тогда Думаю, найду кто-то Врачей каких-то, что ли Но я не нашла врачей А тогда был очень модный Кашпировский Слышали о нем? Помните? Вот он гипнотизировал Я попросила, чтобы он его тоже Загипнотизировал Чумак еще тоже такой Чумаковав его Ничего у них не вышло И тогда, вы знаете Я упросила, умолила его Поехать со мной в Киев До Довженко Довженко Кодирует, который слышали Знаете Вот Довженко закодировал его На 4 года Мы приехали в Одессу В родной оперный театр Но почему-то друзья За неделю раскодировали его Я все-таки продолжала бороться за него И вы знаете Вот есть такое Ну, под страхом смерти лечения Может быть, кто-то из вас слышал Это вшить эспераль Знаете Эспераль вшивали многие Знаменитые артисты И, кстати, Высоцкий Все знаете Он тоже вшил эспераль Вот А еще я хочу вам сказать Еще вот в группе Почему Юрий согласился тоже вшиться В группе там был еще один Герой Советского Союза Который вдруг неожиданно В самый последний момент Отказался вшиваться Мотивируя тем, что он герой И у него есть Сила воли Он говорит Если я не выдержу, выпью Я повешусь Ну, какая сила воли без Бога Конечно, он повесился А Высоцкий, вы знаете Он пересел на иглу Нельзя было пить Он пересел на иглу Передозировка Высоцкого не стало Актеры ушли Все актеры, которых я знаю Вшивавших эспераль Ушли от нее И только я уверена Что мамина молитва Держала его Господь его оберегал И уже в самый последний момент Когда он уже сам Решил покончить жизнь Самоубийством Вот тут Господь вмешался Он его буквально Как щенка поднял За шиворот И поставил на покаяние Это же надо было Прислать из другой страны Верующих людей Именно в наш театр А в Одессе 10 театров Именно к нему И именно в это время Они пришли, сказали Мы пришли спасать душу Они подарили ему Евангелие от Иоанна И сказали, чтобы он На следующий день Воскресенье Пришел в клуб Молиться Ну, он обычно Как всегда напился В этот вечер Пришел домой наутро Он уже по два раза в день Напивался Наутро он Искал бутылку Чтобы похмелиться Без этого у него День не начинался И вместо бутылки Он нашел Евангелие От Иоанна И у него мысль возникла Мы были в разводе Мы с ним не общались Он думает Я покажу ей Книжечку Пусть идет молиться В клуб А по дороге Выдарю у нее Деньги на похмелку Это его были мысли Но я их тут же разгадала И вдруг сын говорит Папа, я с тобой пойду Сыну 17 лет Думаю, заведет его в клуб Напоит его там в клубе Ну, какие молитвы в клубе? Я знала, где молиться Я ходила в церковь Ставила свечки Целовала иконы Я знала, где молиться А что можно в клубе? Я испугалась за сына И побежала за ними вдогонку И так получилось Что мы стали сыном Свидетелями Вот этого чуда Которое произошло Вот там в клубе Это был 91 год Вы помните Тогда все люди Искали Господа Открывались клубы Для евангелизации Все-все шли И вы знаете Когда спросили Кто из вас считает себя Грешными Поднимите руку Лез рук И вдруг я смотрю Никогда не признавался Что он алкоголик Что он грешный И вдруг его вот эта Трясущаяся рука Тянется вверх Он прячется за нее И когда попросили Вот так вперед Пройти помолиться Он выполз Я наблюдала за ним И вдруг, представляете После молитвы Я не узнала Мы сидим с сыном Смотрим Он к нам идет Выпрямился Сияет весь Руки Я смотрю Не трясался Я думаю Что такое Щежный похмелявся А что такой радостный Вы видите Какие мои мысли были Я какая пришла В этот зал Злая С ненавистью В разводе Вот точно такая Я вышла из этого зала У меня была одна мысль Ну когда же он будет Просить деньги Чтобы похмелиться Уже пора И я знаю Чего он меня сюда позвал У него абсолютно Совершенно другие мысли Он говорил о Господе Мне было странно слушать его Он весь сиял Произошло Рождение свыше Ну вы посмотрите Какой чудный план Был у Господа На семью нашу Я себя всегда считала Святой И называла себя Валентиной великомученицей Но я Святая Валентина Великомученица Ставила свечки Целовала иконы Обходила вот так Стороной Иисуса Христа Образ Я его не понимала Я его не знала Я не знала Что спасение Через Иисуса Христа Я не знала Что Бог живой И вот Господь Чудным образом Открылся мне Своим спасением Вот через этого Бывшего пенюшку Как написано в Библии Спасешься ты И весь дом твой Слава Богу Звук Первый пришел я В это воскресенье Через день Во вторник Уже сын покаялся Три месяца Это великомученица Нам такое вытворяло Вы знаете Потом она пришла к Богу После нее Через полгода У меня Юлия А это средняя моя дочь Она чемпионка мира Европы Мисс Франция По красоте Она член Олимпийской сборной Советского Союза У нее 25 Только золотых Медалей было Ну я все это пропил Конечно По плаванию Да Она пришла к Богу И через год Враг номер один Моя теща Стала христианкой Спасешься ты Ну а теперь уже Вы знаете У нас и Восемь внуков И все славят Бога Аллилуйя Вы знаете Друзья Ведь Ну удивительно Совершенно Сколько моих Коллег Талантливых Очень талантливых Людей Ушло А куда они ушли Ну я Вот вам свидетельство Друзья Все они слышали Все слышали Много званых Да мало избранных Вот я сейчас Этот Господь Мне дал стих Я кое-кого Даже назову Жизнь на земле Это птицы полет Полон засад Испытаний Кто-то полет Непременно прервет В радостный пик Иль страданий Кто-то Веселий За круглым столом Выпив бокал Захлебнулся Помните Был такой Олег Даль Шурик Демьяненко Сергей Филиппов Вот все они трое Сейчас еще один Тоже Я не буду его называть Все они захлебнулись В болевотине Кто-то убит Ясным солнечным днем Кто-то на рельсах Споткнулся Кто-то купается В славе мирской Сердце в гордыне поет А в переулке За старой стеной Киллер Счастливчика ждет Помните Был такой Женя Мартынов Композитор Поэт У него прекрасные песни Были о маме Вот это о нем Кто-то в морскую пучину летит Кто-то погиб в облаках Кто-то в машине Как факел горит Кто-то умрет на руках Мы снимали фильм Вольный ветер Комедия И у нас на глазах В порту Сгорел каскадер Вы знаете Пока подбежали пожарники Уже все было готово Ну а на руках умер Шукшин во сне Прерван полет И душа отошла Вечность какую умчалась Мир и покой Или скорь побрела Вечности что ей досталось Только Христос Всем спасение дает Он и сейчас ожидает Видя полет Бог тихонько зовет Вечный покой призывает Аминь Вы знаете, друзья Вот удивительно совершенно Как Господь нас вырывает Мы сегодня были вот Тут в центре у наших Какие талантливые ребята Какие талантливые И смотришь на них Ну неужели Неужели вообще думаю Аж не верится А ведь действительно Вы знаете Это Наши Братья строили Молитвенный дом В Ильичевске Это в 92 году было Проходит наркоман Он 21 раз Лечился от наркомании Я думал, что это все Сегодня я встретил Братика, который сказал Что он 40 раз лечился Представляете И он проходит А братья поставили Залили фундамент Поставили магнитофон И включили его Псалом Сейчас мы споем его Он проходит Псалом Змей белый Змей белый Наркотик Змей желтый Курева Но змей зеленый Вы знаете, да? Проклиная Проклиная подруг Проклиная друзей Проклиная врагов и царей Я чизну проклял Все святое поправ Ищешь змея В различных мастей Змей зеленый Змей желтый Змей белый Под веселый Разливистый Вой Опиваясь Горлане Бояня Всех вас пропасть Ведут за собой И очнувшись от хмеля Отупев от запоя Проклиная женой детей Ищешь где бы тебе Похмелиться скорей Ждешь опухших Вонючих друзей Но остался Один только Миг для спасения Ты очнись Вспомни Бога Христа Только в Боге Найдешь свое воскресенье Только Бог Исцелит до конца Только Бог Аминь Только Бог Вот ко мне часто Подходят Говорят Вот у меня Муж пьет Вот у меня Сын пьет Что мне делать Что мне делать Потому что он встал Действительно Друзья вы знаете Только Только покрывать любовь Не раздражать их Не раздражать их Не говорить им ничего А только молиться Молиться Вы понимаете И Господь сделает Сделает Он верен своему Слову О чем вы двое Трое не молились Господь Сделает Понял Вы знаете Друзья Ой Время летит Мама моя Очень любила Валю Когда мы приезжали К ней Она мне всегда Говорила Сынок Бог Тоби-то кузиночку дал Что ж ты на дне Ей изнущайся Что ж ты Давив ей до дурдома А Валя лежала И врачи говорили Что нервные клетки Не восстанавливаются Вон Все восстановилось А действительно Вы знаете Да действительно Оно так и есть Оно так и есть И вы знаете Я всегда говорил Говорю Мама Мне Бог дал жену А течу тоже Бог дал И как я ее ненавидел Как я ее ненавидел Как она меня Мы с ней Тридцать лет Жили в одной квартире И Каждый ежедневно ругались Ежедневно Вы представляете А когда Господь вошел Вот тут и любовь Вот тут и любовь Если рядом Любимая Богом данная Женщина И в печали И в радости И в житейском пути Это помощь и верность Это счастье без меры Это Бога Подарок Это крылья мои Этот миг Жизнь земная Ко спасенью дорога Нам даровано Бога Мы находим ее Среди жутких страданий Средь мирских испытаний Выбираем мы сами Вечность царства свое По земле Словно птицы летаем И готовы в последний полет В мир небесный О нем мы мечтаем Вечный мир Там спасительно ждет Постепенно уходят святые От земли прямо в небо идут В небе мамы Отцы молодые Славу вечному Богу поют Там нет горя и слез Нет печали Там спаситель промолвит любя Как же долго тебя ожидал я Дорогое Родное дитя Как же Господь долго ждет нас В Америке мы были Подходит ко мне юноша Знаете такой Я обещал ему говорить это везде Подходит Такой высокий Красивый Он говорит Я знаю Что моя мама Будет вас слышать Пусть она меня простит Я не могу сказать Кто я Откуда я Потому что меня все равно Скоро убьют Я говорю А почему тебя должны убить Он говорит Я киллер Знаете кто такие Да Я говорю Слушай Идем 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 Ты говорю Покайся И Господь тебя спасет Он говорит Нет нет Мне спасения нет У меня слишком много душ Загублено Я ему сказал тогда Я говорю Вспомни Когда нашего Господа Распинали И рядом висело Два бандита И один из них Сказал Господи Господи Помяни меня В Царстве Небесном Что Господь ему Ответил Ныне ты будешь там Спасение есть От подлости Измены От облучения От болезни От беды От суетных дорог Житейской перемены Спасение есть От проклятой судьбы Спасение есть От сглаза От гипноза От колдовства От черного кота От пули киллера От взрыва От ожога От подлого бандитского ножа Спасение есть От гибельного рока От спида От наркоты От чумы От первородного Адамова порока Спасение есть От смерти И от тьмы Спасение есть От пустоты От скуки От безысходности От жутких снов От одиночества И от разлуки От хамства Грубости От горьких слов Открой глаза И в небо посмотри Увидишь небеса И бесконечность Свои желания Богу принеси Христос подарит Жизнь И вечность Стань на колени Господу поверь Покайся искренно Без принуждения И в небеса Иисус Тебе откроет дверь Мир Божий Бритеж Спасение Аминь Мы с Валей были Аж где-то там Далеко-далеко На краю земли Ночью меня поднимают Звонит брат Из Сакраменто И кричит В трубку Богачо Как тебе не стыдно Ты жил у меня Целый месяц Ты ел мой хлеб И ты такие вещи Обо мне рассказываешь Я говорю Братик Я говорю Только одно имя Называю Иисус Христос Больше я говорю Стараюсь никого Не называть Он да Но ты же поешь Свой вот этот Псалом Заблудшие дети Говорю Пою Ага А когда ты его писал Ты меня имел ввиду Да? Видите Как Дух Святой Обличает Друзья Я никого не обличаю Я только Свидетельствую Пожалуйста Третий номер Заблудшие дети В лабиринтах Житейских дорог Под проклятием Коварного рока Скован цепью Забот и тревог И бетлю Под пятою порока То не ядство Обжорство Обман Лабиринта Земного Тупик И гордыни Зловещий Туман Закрывает Божественный Лик Но Где дяди Взывает Отец Ты не в землю На небо Смотри Ждет тебя Там на небе Творец Ты к нему Свои руки Простей Твои крылья Подниму Со дна Это вера Молитва Прощенья Уготована Богом Страна И прекрасный Огонь Очищенья Творца Видит Бог Как упал Человек До какого Добря Он Конца Как ликует Злорадствует Грех Над любимым Творением Творцом Он не видит Небесный Простор Обреченно Идет На убой Но Господь Свои руки Простер Над Поникший Его Головой И к дитяти Взывает Отец Ты не в землю На небо Смотри Ждет Тебя Там На небе Творец Ты К нему Свои руки Простей Твои Крылья Подниму Со дна Это вера Молитва Прощенья Уготована Богом Страна И прекрасный Огонь Очищения Сердце Чистое Сотвори Во мне Боже И дух Правый Обнови Внутри Меня Не отвергни Меня От лица Твоего И духа Твоего Святого Не отними От меня Возврати Мне радость Спасенья Твоего И духом Владычественным Утверди Меня Захватила Заботы Волна Океана Мирской Суеты Захватила И тянет До дна Убивая Любовь И мечты Ты дитя Ты творенье Творца Бог на землю К тебе Не зашел Ведь желание Бога Отца Чтоб ты в небо Дорогу Нашел И к дитя И к дитяти Взывает Отец Ты не в землю На небо Смотри Ждет тебя Там на небе Творец Ты к нему Свои руки И прострей Твои крылья Поднимутся Это вера Это вера Молитва Прощенья Уготована Богом Страна И прекрасный Огонь Очищения Какое счастье Быть Твоим Какое счастье Быть спасенным И в час Тобой определенный Преобразиться Стать святым Аминь Друзья Я обращаюсь к вам Кто еще не каялся Кто еще не знает Кто такой Бог Вы знаете Это ваше время Идите Идите Принимайте Господа В свое сердце Давайте мы встанем Я буду Петь псалом А вы выходите Выходите Здесь вот Пастор Церковь будет Молиться с вами Идите Аллилуйя Аллилуйя Выходите Выходите Друзья Когда ты Призовешь Меня к себе Когда душа моя Предстанет Пред тобой С молитвой Боже Обращусь За всех друзей Живущих Здесь Со мной Они Себя На муки Осуждают Они Страдают Мучаясь Скорбя Потем Как Суеты Блуждают И Счастья Не познав И Не любя Прости Прости Нас Господи Прости Нас Грешных Прости Заблудших Падших И слепых Прости Нас Слабых Не очень Нежных Прости Нас Господи Помилуй И спаси Господи, Отец Небесный, благословенно имя Твое Мы так благодарны Тебе, Господи, за это время, что мы можем вот так собираться Славить имя Твое и приходить к Тебе Господи, благослови, благослови каждого стоящего перед тобой Войди в каждый дом, благослови, Господи, благополучием, изобилием И чтоб в каждом доме главное Ты был Мы Тебя, Господи, за все благодарим Господи, пошли мне спонсоров, чтоб мы могли выпустить книги Через которые очень, очень многие уже пришли к Тебе Слава Тебе, Вечному Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу Аминь Я так, вы знаете, столько свидетелей, столько Ну это чудо, вы знаете Я когда-то учился в православной семинарии на батюшку Ну неплохой бы, наверное, да, был батюшка Ну и когда я и вся моя семья Мы пели в православном соборе И пели, и пили, и все было хорошо А когда мы стали христианами Тот человек, с которым я учился в семинаре Сейчас он в православии очень большой Занимает положение Он меня и всю мою семью Анафеме предал Ну думаю, ну что, значит так надо Мы как-то с Валей Прошло какое-то время, мы с Валей идем на киностудию На евангелизацию Я несу на себе велончель Кобзу вообще-то, я на Кобзе играю Там, по Воровскому, там в Одессе А по советской армии идет он А он такой высокий, красивый баритон у него Такой приятный Сопровождает жена, там несколько его человек И он увидел меня И таким, знаете, поставленным, баритоном, красивым Кричит Приветствую, вероотступника Ну я подключил свои резонаторы И ему говорю Приветствую, идолопоклонника Он как рванул Перебегает через вот эту трамвайную линию Подбегает ко мне Я думал, что он поколотит меня Он здруй такой Он говорит, какой я тебе идолопоклонник Я говорю, а какой я тебе вероотступник Он говорит, ты вере предков изменил Я говорю, а кто мои предки были? Он православные Я говорю, а твои и мои православные Я говорю, батенька, ты ж историю не знаешь Я говорю, твои и мои предки были язычники А когда они православными история, говорит, точно стали Ну ладно, а ты куда идешь? Я говорю, да вот на киностудию. Че, небось, о Боге будешь говорить? Я говорю, только о нем. Ага. А вот если я пойду с тобой и задам тебе несколько вопросиков, но ты учти, ты выгнанный семинарист. А я ординатуру окончил. Я, ой, думаю, образованный же человек. А потом я вспомнил, подожди, я же знаю точно, что он слова не знает. Потому что я знаю, у нас, когда я учился, Библия была где-то там на 13-м месте. Закон Божий, Житие Святых, масса. Ну, я говорю, пошли. И у нас он так пришел, сел где-то в третьем ряду со своей свитой. Все служение. Он просидел так, слушал внимательно. А когда я начал призывать людей, он поднялся и ушел. Ну, я думаю, на этом мы больше с ним и не встретимся. Вы понимаете, друзья, у Бога свои планы. Я уверен, что из любой динаминации есть истинные христиане, которые придут и отрекутся от своих этих идолов. И мы возвращаемся с Валей из Америки. Раздается телефон. Звонит заведующая реж.управлением из оперного театра. И говорит, Юра, умер твой друг, с которым мне вшивали эспераль. Он академик, народный артист. У него титулов масса. И жена просила, чтобы ты взял Библию и пришел на кладбище, на похороны. Я говорю, а зачем Библию? Она говорит, ну ты же поп. Я говорю, почему я поп? Ну ты же Библию читаешь? Я говорю, читаю. Значит, ты поп. Вы Библию читаете? Значит, вы попы. Я взял слово, прихожу. Ну вы знаете, пока там достал это, пока нашел это место, пока все там у нас, как города эти, кладбища. Захожу я, ну поздновато пришел и смотрю картину. Лежит мой вот это коллега. Вокруг стоят народные, заслуженные артисты, депутаты Верховной Рады. Ну там, ну великий же человек помер. И такие же его и хоронят. И мой этот бурсач проводит это таинство свое. И он, значит, говорит, я так с Библии, я так продвинулся, прям в головах встал. И он говорит, вот сейчас я отпускаю ему все грехи. Вот сейчас я его запечатываю. Положил им. Мы его сейчас закопаем. А когда прозвучит небесная труба, его душа уйдет в небеса. Но я думал, уже все. Когда нет, ко мне поворачивается распорядитель и говорит, говорите, ну у меня вот как слово. Я говорю, друзья, коллеги, а дело в том, что вот эти все люди, которые стояли, они прекрасно все видели. На их глазах это чудо произошло в моем доме. Они сами свидетели то, что случилось со мной. Я говорю, друзья, коллеги, вы хорошо меня помните. Помните, какой я был. А сейчас, я говорю, христианин, я должен говорить правду. Вот у меня в руках Слово Божие. Скажите, вы, говорю, хорошо помните вот этого вот человека, труп, который перед нами. Да. Я говорю, это был блудник. Это был пьяница. Но он от лутки умер. Все, знаете, зашумели. Я говорю, это был блудник. Как закричит, батюшка, как тебе не стыдно. Ты совершаешь великий грех. Говорить плохо о покойниках, это грех. Я говорю, подожди, я говорю, должен говорить правду. Я говорю, скажите, я что-то сказал не то. Ну, все же знают, все же прекрасно, все. Нет правды. Я говорю, скажите, вы верите вот то, что написано здесь? Что удивительно, вы знаете, все сказали. Все верим. Верим. Но громче всех, батюшка, верю. Говорю, ну, коль верите, я открываю и читаю. Пьяницы и блудники Царства Небесного, что? Говорю, так куда вы его запечатали? А ему сказать нечего, вы бы было. Он точно поколотил бы меня. Он такой весь побокровел, трясется. На, читай. А там такой обелиск и фотография юноши, офицера погиб. И там написано, вы отдохнете и восстанете. А ниже написано, жизнь человеческая, как снаряд, неожиданно взрывается и душа уносится в небеса. Ну, вот Господь дал мне вот этот вот стих. Римлянам 14, стих 12. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. На гробовой плите писатель начертал, вы отдохнете и восстанете. Но почему-то тот писак и не сказал, когда и для чего восстанете? Из пепла, из гробов, пучин восстанете, когда труба на суд вас призовет. Вы перед Богом в трепете предстанете. Дадите за себя Творцу отчет. Господь вас спросит, вы для чего прожили вот этот миг земного бытия? Вы дом построили, больного приютили, вы приняли спасителя Христа? Нет. Вы грешили, убивали, лгали, насиловали, грабили, все жгли, награды за безбожье получали, страдания, разврат с собой несли. Нет. Не на отдыхе вы все лежите, не заслужили отдых и покой. Вы, ожидая в ужасе, дрожите суд праведный, суд Божий, неземной. Уже грядет суд Божий, справедливый. Уже звучит небесная труба. Никто из вас ни лживый, ни спесивый покой и отдых не получит никогда. Лишь только тот, кто Божий голос услыхал, кто преклонил колени пред Христом, себя, кто грешником перед отцом признал, уже тот в небе встретился с отцом. Усопшие нигде не отдыхают, их души в вечность унеслись, спасенные Христа на небе прославляют, погибшие в аду в мучень облеглись. Аминь. Ко мне подошел юноша там, за бугром в Америке. И он плакал. Он говорит, вы знаете, это проблема в каждом доме. Вы свидетельствуйте, говорите. Ну, Господь дал нам вот такие слова, музыку, и получился такой псалом. Пожалуйста, седьмой номер. Сын обиделся на отца. Ушел из дому. И звонили, и писали, и молились. Не приходил. Когда мама умирала, она попросила, говорит, доченька, позвони брату, пусть придет. Умираю. Хлопнул дверью, оставил порог, бросил зло, ухожу навсегда. И вонзились слова, как клинок. Не прощу, не прощу никогда. И ушел Сын в туман. Он за призрачным счастье бежал. Он измену познал и обман. Он изгоем по миру блукал. Мама письма писала, сынок, папа вовсе не выгнал тебя, оттуда. Это был лишь смиренья урок, ты вернись, лапни, ветвюбя. Но обиду свою сын лелеял и в сердце хранил, и у бездны на самом краю пред отцом он головы не склонил. Когда сестра позвонила, она сказала, брат, мама умирай, приди. Пришел сынок, пришел. Мама взяла руку сына, руку отца, соединила их. Взял холодеющий нежной рукой, руку сына и руку отца, помирила их мама Христом и с улыбкой ушла в небеса. О, Иисус, сколько раз Ты протягивал руку свою, гордость черствых обиженных нас Ты зовешь возвратиться к Отцу. Гордость черствых обиженных нас Ты зовешь возвратиться к Отцу. Зовет Господь. Это, вы знаете, в 92-м году в Москве проходила такая большая акция молитва за Россию. Может быть, братья тут и были. Со всего мира приехали туда Измайловский комплекс и служение проходили. И нас тоже пригласили. Я с семьей был там. И вот представляете, мы должны уже были идти на платформу. Подходит ко мне брат. Такой он очень такой брат. То, что надо. Он подходит ко мне и говорит, слушай, Юра, ты что-нибудь новенькое написал? Я говорю, записал. Говорю, есть. Он о чем? Я говорю, ну, о том, вот как мы будем, что нас там ждет? Он говорит, ну, спойте. Я говорю, так понимаю, в чем дело. Я говорю, я только записал, еще надо выучить, аранжировать. И вдруг он говорит, ну, я тогда сам это все увижу. после он после нас вышел, он заканчивал служение. Он вышел к кафедре и вдруг начал прощаться, друзья. Прям говорит, представляете, говорит, братья и сестры, я вас уже здесь не ждал, я буду вас ждать там. Садится в машину, рядом сын, сзади дочь, еще одна христианочка с ней. Они выезжают на кольцевую и на них налетает черная Волга с пьяным водителем. И Дмитрий Васильевич ушел в вагон. Так я ему не спел. Вдруг мы с Варей в Америке поем этот псалом, после подходит ко мне эта сестричка такая, постарше меня будет, в руках у нее сборник стихов, такой, от руки написан песенник. И она подходит и говорит, а вот этот псалом, я, говорит, в 56 году молилась и пела в духе. Я говорю, не может быть. Этот псалом у меня появился только в 92 году. Она говорит, да точно, я говорю, сестричка, не может быть, это я-то знаю, она не верит, я говорю, ну, конечно, не верю. Она, ну, на, читай. Я открываю, там написано, 65, 56 год, слова, друзья, святые. Но я опять вынужден был каяться, потому что, действительно, я слова очень простые, друзья, пойте с нами, пожалуйста, пятый номер. Аллилуйя. Пятый. Все поем. Бурные реки, гонные горы, нежный цветок, щебетание скворца, солнце и небо, дожди и туманы, все сотворилось по воле Отца. Дал Бог нам разум и сердце большое, чтобы в смирении покой обрести, чтобы через горе слезы печали с радостью в дом свой дорогу найти. Там лишь любовь живет, там все цветет, пойдет, там наш Отец нас ждет, о, всех зовет. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Там всех нас встретит, Отец наш небесный, Он приласкает и слезы утрет, Он нас обнимет, любовь и согреет, Царство небеса с собой поведет. Их херувимы на гуслях играя, славя Отца, Аллилуйя споют, белое платье на всех одевая, пенье Масаны с собой увлекут. Там лишь любовь живет, там все цветет, поет, там наш Отец нас ждет, Бог всех зовет. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Горя там нет, все болезни исчезнут, в духе предстанет, приточит Творца, в Царстве небесном, священном, чудесном, преобразятся вмиг наши тела, там нас объемлет безмерное счастье, славя Отца, Аллилуйя споем, Сына Отца и Духа Святого, славя мы в вечность с собой унесем. Там лишь любовь живет, там все цветет, поет, там наша Отец нас ждет, Бог всех зовет. Аллилуйя, 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 А как мы там запоем, а? Аминь. Конечно, от всех вас, дорогие братья, сестры, гости, Юрия Павловича и Валентина Борисовна, примите нашу искреннюю благодарность. Я думаю, что этот вечер останется памятным вечером, особым вечером. Почему-то все эти талантливые рождаются то в Одессе, то в Киеве. Все там, оттуда, все приезжают. Пусть бы и здесь были местные свои. Может быть, у нас тут тоже неплохо живется. Оставайтесь у нас. Уважаемые все присутствующие здесь и гости, и братья, сестры, я скажу, что семья Богачевых – это чудо. Это не просто случайность, это чудо. В судьбе людей – это Божие вмешательство. И, конечно, мы не знакомы с прошлыми людьми Богачевыми, ни с Павловичем, ни с Борисовной. Мы не видели никогда их десятки лет назад, как они свидетельствовали, но мы видим их сегодня. Мы видим их ясные глаза, мы видим их улыбки, мы видим их трезвый образ жизни, мы видим, чувствуем любовь, которая в их сердце к Богу, вот, к людям, к Божьему делу. Это новое творение, это новые люди. И всему этому, можно так сказать, это благодаря Господу Богу. И это не сила воли, это не какие-то обстоятельства, это просто Господь, это молитва, молитва матери, это Господь так делает. В нашей церкви прошло много очень людей, тысячи людей, которые тоже получили новую жизнь, новое сердце, новую жизнь, друзья. Мы будем оканчивать наше это такое общение, но я хотел бы просто попросить, если в этом собрании есть люди, которые очень скорбят и переживают, если есть здесь люди, которые чувствуют себя разбитыми и не хотят уходить отсюда, потому что им хочется нового, новой жизни, хочется перемен, молитва, она сильна, творить чудеса в жизни человека. Бог через молитву это делает. И подобно, как когда-то Юрий Павлович встал с молитвы, новым человеком, друзья, мы видели много людей, совершенно встающих после молитвы новыми. Если кто-то чувствует в сердце своем нужду, нужду перемены жизни, духовной перемены, исцеления души, здесь присутствуют служители церкви, священнослужители церкви, которые готовы искренно, чистосердечно помолиться за людей, у которых боль в душе, у которых нужда есть, переживания. Может быть, победа нужна над грехом каким-то, потому что сам человек бессилен. Я хотел бы попросить, если такие люди есть, пожалуйста, пройдите наперед для того, чтобы нам помолиться в месте Господу Богу, чтобы церковь могла помолиться за вас, чтобы служители Божьи могли помолиться за вас. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Это очень важно – открыть сердце свое для Господа Бога, помолиться Ему. Пусть этот вечер станет особенным, таким памятным вечером в вашей жизни, вечером, когда вы открыли сердце свое, и сказали «Господи, войди в мою жизнь, перемени меня, как ты переменил этих богачевых, перемени меня, я нуждаюсь в этом». Друзья, эта молитва оставит след навсегда в вашей жизни. Молитва никогда не проходит для человека напрасно. Я хотел бы пригласить людей, которые чувствуют влияние дьявола на себе, колдовства, какого-то проклятия, может быть, или власти греха, и вы не можете выпутаться с этого. Пожалуйста, друзья, здесь дом молитвы, здесь место, где люди молятся постоянно, здесь не стесняются молиться, и даже молятся со слезами, и не стыдно молиться Богу. Бог сильнее всех дьявольских сил, Бог сильнее всех его замыслов нечестивых, Бог сильнее всякого колдовства, Бог сильнее всего. Давайте мы склоним головы, мы не будем смотреть друг на друга, вот мы помолимся Богу Святому. Святой и праведный Господь, всемогущий Господь, Ты умирал на Голгофе, на кресте, для того, чтобы исцелить раны людские, чтобы восполнить то, чего недостает Господь. Это великое свидетельство семьи богачевых, когда Ты поднял их из глубины, когда Ты поднял из тенистого болота, Господи Боже, эти души, когда Ты так высоко поставил их перед собою, Господь дорогой. И мы молим Тебя, Отец, этих дорогих людей, которые тоже вышли сюда наперед, чтобы помолиться, Господи, яви милость Твою святую над ними, прости им грехи, мой Господь дорогой, кровью святую омой каждую душу, которая здесь находится, мой Господь, прости людям грехи, сними с души всякое бремя, сними с каждой души всякий гнет, освободи от депрессий, освободи от нервных расстройств, освободи от власти греха, Господи Боже мой, Ты видишь, Отец, разбитые души, искалеченные судьбой людей, и мы просим Тебя, исцели людей, людские судьбы, исцели разбитые сердца, Господь дорогой, Твоей усилой, Господи, Твоим присутствием, мы приносим каждого человека в отдельности, прося у Тебя, мой Господь дорогой, вмешайся в их судьбу, вмешайся в их семьи, коснись сердцем детей и внуков, восстанови семьи разрушенные, Господи, яви милость Твою, здоровьем посети, Господи Боже мой, дай, чтобы в их жизни было много радости, много счастья, много любви, и чтобы они пережили чудесное рождение свыше, во имя Твое и для славы Твоей, Господи Боже, я во имя Твое, разрушаю всякую власть, нечистых сил над жизнями и судьбами этих людей, во имя Иисуса Христа, и да придет благословение Твое, Отец, да будет открыт им небо Твое, и вместо уныния пошли радость, Господи, вместо греха, святую хорошую жизнь, Господи, благослови этих дорогих людей, их жизнь, я прошу и здоровьем благослови, благополучием благослови, миром Твоим благослови, Господи, наполни смыслом жизни, целью, радостью, успехом наполни, Господи, каждую жизнь, дорогой Господь. Мы просим также и молимся за семью Богачевых, Господи Боже мой, за Юрия Павловича, за Валентину Борисовну, за их сыновей, Господи, благослови этого пастыря там, который трудится, благослови всех родных, Господи Боже, мы просим во имя Твое, все это родство благослови, Отец, дай им еще силы больше и больше потрудиться, засвидетельствовать, рассказать о чудесах в жизни, которые Ты совершил, и Господь. Благослови всех людей, которые посетили нас, Господи, миром Твоим, тишиною, спокойствием, радостью, посети их семьи, и Господи Боже, посети их жизни, Отец, да будет ангел-хранитель, в каждой жизни, Господи, сопровождая и оберегая на всех путях. Пошли успех в труде, Господи, пошли успех, и умственный, и физический, мудрость пошли, Господь. За все мы благодарим Тебя, Господи, и низко преклоняемся перед Тобою. Во всем это Ты, Господи, во всем имя Твое. Слава Тебе, вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok